всем доброе белорусское утро я сегодня выспалась уже 12 часов дня спала на десяти мне писали что этот дом портит весь вид согласно на них пожаловаться ну не знаю как пожаловаться но портит весь вид поэтому я стараюсь вот так на уголок снимать сегодня обещают жаркий душный день не знаю хочу поехать бассейн как мне будет получаться не еще видео для вас надо снимать так и я готовлю завтрак смотрите поставила уже молоко попробовала молоко до 22 нормально открыл она была закрыта и хорошо не скисла видите и беларуси две недели 10 дней до получается тогда 7 так меня с математикой с утра плохо 4 на 2 недели хранится молоко так манная крупа вчера купила сейчас буду засыпать и варить себе манку сто лет не ела манку кто любит манку пишите в комментариях потому что я люблю манку но она же типа как не полезная крупа но с другой стороны мы же все выросли на этой крупе советское время особо кушать было нечего да поэтому мамочку я люблю такую знаете погуще вот поэтому давно не варила даже не знаю как и что я думаю ложки 3 хватит где-то тут у меня стакан молока примерно хотя может и больше сейчас буду это дело размешивать и покажу вам уже конечный результат вот так вот мой аппетитный завтрак манная каша сто лет не ела я наверху точно не ела если не 3 манную кашу бутербродики с сыром заварила черный чай с лимоном всем на приятнейший аппетита следующий раз надо ложки 2 все же как-то очень густовато я люблю чтобы она была пожиже а потом загустела тут она уже сразу загустела что ложки 2 надо сыпать на стакан молока все всем на приятнейшего аппетита всем привет всем привет из солнечной беларуси у нас сегодня такая жара и я не знаю как спасаться от жары все короче закрыла окна закрыла такая душегубка я уже десять тысяч раз потела еще решила поубираться кстати всех с яблочным спасом да вот такая у меня обстановочка установка по кайфу снимаю на штативе сняла постели вот хочу поменять уже постирала или эту чисто застелила свою жду пока высохнет то что это постели потоньше быть постельными ли и вот так у меня здесь все зашторено на кухне у меня тоже все зашторено ведь не нашла тут зеленую ткань что вешала взяла юрина просто не застелила весело потому что такая духота вот так намного легче чуть-чуть приоткрою чтобы вам поснимать рассказать ой про свое утро чтобы было посветлее уже как бы немножко хмурится может даже пойдет дождь я надеюсь потому что конечно же дышать нечем снимаю на штатив потому что очень сильно бредит палец я обычно вот так держу телефон мне короче уже устал вот поэтому я нашла у юлия штатив она себе купила на море другой большой не оставил такой поменьше почему мое сегодняшнее видео вышло сегодня они вчера я как ответственный блогер вчера пришла с работы уставшая сняла для вас видео такое знаете болталку про в италии заходите смотрите кто еще не видел смонтировала загрузила на канал и пол одиннадцатого но загрузилась вечером думаю о счастье мои зрители посмотрят мое видео что вы думаете мне youtube не пропустил монетизацию вот мне уже писали что youtube включает монетизацию в россии возможно включить белоруссии вот какие-то пошли люки то есть раз в неделю от или на шорс мне не включают монетизацию и даже на длинные видео не включать монетизацию то есть в этом видео я ничего матом не говорила ничего такого знаете сверхъестественного не было ну короче вот автоматом выбивает ошибку и меня отключают монетизацию естественно это видео вырубила выключила и заново начала загружать думаю ну может пол двенадцатого выйдет видео жители испании посмотрят мои видео потому что жители белоруссии уже будут спать а так разница по времени вполне возможно кто-то вот кто с европы меня можете посмотреть и что вы думаете два часа загружалась видео если до этого 40 минут загрузилась тут два часа без youtube короче видно какой-то был глю какой-то сбой поэтому поэтому я поставила видео на 12 часов чтобы вы уже сегодня с утра его посмотрели если не мой первый выходной я решила их не лежать решила не терять свой день активно его при провести единственное что я забыла что сегодня праздник сегодня ямочный спас меня поздравила целых три человека огромное спасибо за поздравление это была моя сестра моя подруга ирина и моя бывшая белорусская свекровь вот этим трем человеком я действительно нужна важно и они меня всегда позволяет с праздниками всем огромное спасибо за поздравление надо к ним присмотреться так сказать оценить их любовь ко мне и ирина мне написала что но не было прямых эфиров на самом деле мне уже сама хочется провести прямой эфир но эту неделю такая же растает 35 градусов жары дома дух и тень я сегодня спала вообще в неглиже скажем так откровенно вот сняла майку и только в нижнем белье было ничем не накрывалась не прикрывалась потому что было жутко жарко и душно в квартире поэтому поэтому ждем когда уже спадет температура может быть конец августа начало сентября я проведу прямой эфир потому что я тоже по всем вас вам очень соскучилась и что и что и что я делала с утра посидела немножко на youtube чеки загрузила видео на канал она была загружена надо было до оформлять а загрузила шорст на канал и тут мне написал мой бывший но об этом я буду рассказывать позже потому что дайте готовить я с ним полчаса пообщалась разозлилась послала его нахрен это я умею вспомнила ему все его бывшие грехи и стала начала уборку начал уборку потому что я уже неделю не убирала как юля вот уехала я думала по убираюсь нет никто не убирался эти два дня я прогуляла не успела сделать уборку думаю надо уже пропусить ну почему мне много волос у меня волосы обесцвечены поэтому они попадают и надо присосить часто и снова протерла пыль и что вы думаете начал делать уборку смотрите тут у меня стоит иконка божья мать или это юлина иконка ей по-моему откуда-то привезли или с церкви или с монастыря какого-то и она упала на пол думаю так если падают иконы что-то ира уже нарушила что-то уже какой-то божий закон нарушила и я вспоминаю что сегодня яблочный спас большой праздник нельзя убирать я попросила бога прощения чтобы меня простил конечно же и продолжил свою уборку но она не генеральная такая найти чистое пропылесосить и там помыть полы и постирать постель на моем репертуаре и все это я сделала а нам еще включили горячую воду представляете нам еще включили горячую воду это вообще за гранью такая жара нужна горячая вода а ее нет но я же не расстроилась я поставила кастрюлю с водой подогрела вот уже помылась привела себе прядок высушила волосы выпрямила немножко челку и уже пять часов на дайте есть я очень хочу есть потому что я завтракал за часов ты думала на ира не концентрируемся на еде как мне писали пора переходить на рыбу и овощи я не могу сидеть все время вот так на овощах на такой литической еде мне нужно все же углеводы вот это моя страсть это моя проблема на последнее время я очень много ем углеводов на самом деле очень много сладостей и надо что-то с этим делать раньше я столько не ела это как-то такое заедание стресса пора прекращать в планах приготовить котлеты и сварю гречневую кашу и и у меня есть помидорки и можно сделать еще салат с помидоров вот пять часов надеюсь шесть часов я поем и такой у меня будет обеда ужин обед плавно переходящий в ужин чтоб не наедаться как вчера я наелась в итоге съела половину той колбасы что купила реально колбаса была очень вкусная очень вкусная хлеба пальчики оближешь все короче иду на кухню и продолжу снимать уже на кухне так ну что мы уже перебоировались на кухню я приготовила ужин уже полсанемого практически сделала такие котлеты знаете в чем прикол хлеб этот белый который я покупала вчера у него срогодности 48 часов и сейчас такая жара и он завонял дрожжами понимать позавонял дрожжами я короче налила молоко ну чтобы полагаться молоко хлебушек да и сколько ну 10 стояла то молоко я хочу этот хлеб пакет положить чтобы их кружки меня по всему холодильнику не было лучше буду доедать что уже делать у меня дрожжами так вот положила хлеб молоко три куска и осталось молоко я обычно допиваю это молоко а потом так поставила какой-то у нас странная по консистенции и что вы думаете оно скисло оно скисло у меня на глазах с 10 минут я не знаю то ли это реакция дрожжей то ли это уже не свежий молоко но с молоко до 23 как бы я очень пила было нормально вот такой прикол я уже вам не снимала так не шумлю пакетом я уже вам не снимала потому что ну хотя убрать я начала выливать вот это в умывальник и увидела вот эту историю котлеты тоже у меня разваливались потому что или перемороженный фарш или то что я дала много или то что я дала много жидкость а два яйца два его я этот лук потерла на терке и от лука тоже была вода кстати видно не видно я в шортах вообще я хожу дома не в шортах хожу в трусах но ради съемки сделала шорти надо выходить на уровень на новый уровень общения так как я не провожу прямой эфир буду вам снимать на кухне уже как бы погода такая ушло солнце поэтому немножко так серовато за окном буду накладывать кушать надеюсь не видно и слышно я пыталась выставить нормальный ракурс так сварила гречку как я и планировала сварила гречечку не знаю что я не очень люблю гречку но но вот это сочетание гречка и котлета мне больше всего нравится еще я люблю котлету с пюре у тебя два дня буду я сейчас гречку кстати гречка обычная коричневая не зеленая мне писали про здоровое питание юля была на здоровом питании пока мать не приехала приехала мать и все планы хорошего окно вот так это покладу и котлетки я пробовала уже кусочек было очень надеюсь что меня видно и салат я делать не буду я помыла помидору сейчас эту штуку отрежу и порежу и еще знаете что я себе сделала так хочется выпить но пьян с трубой поэтому знаете что я себе придумала положила в холодильник холодную воду с лимоном у меня была на донарифе такая подружка даша мы с ней долго не продружили но вот сам принцип что надо что-то пить она говорит почему хочется выпить потому что просто хочется ну вот посидеть бокалом да что-то выпить поэтому сейчас я возьму бокал вот такой бокал и сейчас налью сюда холодную воду с лимоном и буду пить еще как бы вода не до конца остыла но уже холодненько сейчас я налью пока попробую вообще наверно до сюда кидать лимон чтобы было тоже это все аппетитно ну что пробуем вместе с вами нам на расстояние вытянут руки руки хорошо можно оставшуюся просто холодильник поставь но лимона мало чувствуется не кислая вода короче саджусь ужинать все так ли мой обед положил три котлетки что я жутко голодная помидорка и это холодная вода и мне писали про салфетки что я в испании клава салфетки во первых здесь такой стол ну такой видите аппендекс маленький таки на на два человека когда мы сюда сделаем ремонт да как-то это будет красиво вообще беларуси вот так всегда ела по простому без салфеток это единственный от муж мой испанец он такой знаете лев король он всегда красиво любит накрывать стол кушать салфеткой вытираться салфетка а мне лень потом не жалко эту салфетку потом стирать поэтому меня всегда была салфетка для adorno только для украшения все я буду ужинать всем приятного аппетита салфетка покушал помыла посуду пришла комнату застелила постели буду сваляться буду валяться смотреть испанские сериалы вот так в ли сообщества не можно смотреть испанские сериалы субтитрами так моя рамеля выучила испанский язык между против с нуля с нуля до разговаривала с мужем там переводчик со свекровью и вот смотрела эти сериалы сейчас себе выберу меня долго не подтверждали не впускали в это сообщество но вообще-то как бы не мой аккаунт аккаунт юли и у нее был без фотки и мне пять раз как бы ну отказывали я уже поставила фотку и тогда прошла верификацию чтобы сейчас выбирать сериальчик что-то обязательно посмотрю и я уже никуда не пойду дома думала магазина потом думаю принципе я поела разве что деньги потратить до мороженое купить а завтра завтра поеду куда-нибудь уже гулять сейчас говорю буду смотреть сериалы хотел два слова сказать по поводу своего испанского мужа еще не бывшего еще мы не в разводе да такая была знаете такая буча до поднялась на моем канале столько комментариев я получила и за и против конечно же хейтеры на моих костях там поскакали попрыгали да похохотали почему меня так метает рвет на части даже я хочу вернуться во первых мы только недавно расстались поэтому еще идет перестройка физическая гормональная привычка все вот это конечно же спасибо вам что напомнили про психосоматику потому что я говорю мой мозг устроен так что уже все плохое забыл он только хорошие хорошего было много ну не скажу что 50 процентов но процентов 40-30 было и хорошего у нас и сейчас мой мозг это цепляется и говорит так же все было хорошо вот так вкусно ели в этом путешествовали в этом то в этом все но фоном фоном чтобы понимали всегда была тревога всегда была раздражительность всегда была тревога я была все время в напряжении поэтому за счет этого напряжения у меня и началось вот это вот удушье и я начала стискивать зубы во время сна называться ботулизм ботулизм и начался у меня бруксизм а не ботулизм все болезни перепутала я вот думаю с мамой же я жила тоже 20 лет которые будут были ссоры скандалы и вот это все вот эта нервная обстановка я думаю что еще корона конечно поспособствовал всему этому потому что корона тоже всем нам дала отпечаток на нервную систему и наверное поэтому вот так мой организм стал реагировать вообще терпеливо такое создание готова было теперь своего мужа но поняла что мне уже 41 год о и пора двигаться дальше да и смотрю много рилс на эту тему что в этом году отваливаются все люди которые с которыми во мне по пути если вы выросли выросли уже как-то духовно на каком-то другом духовном уровне находитесь то эти ваши это ваши люди отвалят там будто родственники друзья короче меняется ваше близкое окружение так что так что не теряемся работой над собой чтобы продолжать смотреть мой канал потом будет неинтересно и вы точно отвалитесь так я записала там болталку на 20 минут в итоге решила обрезать и пускай выходит отдельным видео а это видео закончу должен был идти быть дождь смотрите сейчас уже сколько это закат были тучи я встала позакрывала все окна принесла кроссовки с балкона чтоб не намокли ну как видите туча прошла мимо чуть-чуть паду ветер можно открыть окно охлаждается уж такая духота в квартире закрыла окна на балконе чтобы настишу так открытая на привете не посаила и туча туча пошла стороной здесь прям намечается закат вы видели какой чудо закат вместо дождя и у пацанов намечается какая-то это дискотека внестики дождь пойдет да чуть-чуть нас все-таки захватит что пошел дождь только открыла окно пошел дождь а я я заканчиваю это видео всем огромное спасибо то что смотрите мой канал что не забывайте оставлять лайк и комментарии всегда есть что обсудить на моем канале так подписка супер спасибо таким образом можете отблагодарить любимого блогера если как кнопочка спасибо да всех люблю всех целую увидимся с вами завтра до скорых встреч пока пока